Короткий путь к большому кино. Для каждого человека, который сюда приехал, я надеюсь, что так оно и произойдет. Это вот такая наша задача для, ну, не знаю, для режиссерской задачи. Наша внутренняя задача, конечно, чтобы люди вообще в конечном итоге узнали, что такое Калининград. Потому что это прекрасное место, и нам очень жаль, что вот к нам приезжает мало людей для того, чтобы они могли узнать об этом. Сегодня вот у нас был фильм «Вуди Алина», и он сказал, я, говорит, не знал о существовании этого города. Я там знал Кенигсберг, знал, что такое Эммануил Кант и так далее. Ну, Калининград для меня новый город, новое открытие. Благодаря фильму он о нем узнал. А теперь, я думаю, что благодаря вот этому фестивалю она осознает вся страна и, самое главное, режиссеры. Более того, хотелось бы их найти даже не только географически в каких-то необычных местах, а просто, ну, не знаю, вот еще человек не решил стать режиссером, у него есть там мама какая-то или есть папа, которые говорят, ну, становись там экономистом или юристом, ну, то есть это обеспеченный заработок там и так далее. А у него в голове, ну, какие-то идеи, фантазии, они его пинают ногами и говорят, давай, давай. Вот. И в результате что происходит? Он, конечно, ну, там под давлением забывает о своей мечте и начинает, ну, быть экономистом, юристом. И когда только приходит в кино, он вдруг обретает какое-то счастье. То есть деньги у него, ну, наверное, появляются. Вот. А счастья как-то почему-то нет. Вот. А мы ему даем возможность. Говорим, он говорит, мама и папа, смотрите, фестиваль, короче, 500 тысяч рублей, первый приз. Вот. И они понимают, а, экономист, юрист, наверное, хорошо. А все-таки режиссер, наверное, тоже неплох. Тем более, ну, пусть побалуются. То есть у нас, вот, например, несколько фильмов поступило уже после дедлайна. И мы поняли, потому что когда режиссер мне сказал вдруг, что я снимал специально для вашего фестиваля, и для меня дедлайн никакого значения не имеет. Я говорю, ну, если хорошо сняли для нашего фестиваля, у нас же хороший фестиваль, то, конечно, мы возьмем. Вот. Оказалось, что хорошо. То есть он старался специально для нас, но как мы не возьмем такой фильм? Поэтому все лето, ну, можно отдыхать вот от своих, там, каких-то банковских перспектив, или экономических, там, или каких-то политических, и становиться режиссером на время, на лето. То есть и каждый человек может. Вот это вот очень важно, потому что, ну, мало того, что там у всех, там, айфоны, какие-то там камеры и так далее, а просто на самом деле каждый человек способен. Это очень просто. Мы старались найти фильмы, в которых есть потенциал для большого метра. То есть это должны были быть оригинальные какие-то сценарии, которые не заканчиваются вот этими тремя, там, или девятнадцати минутами, а которые могут продолжаться. То есть чтобы человек, когда вдруг идут финальные титры, он вдруг понимал, ну, что-то я хочу дальше. Мне хочется дальше. Как вот примерно в сериале, когда, ну, серия заканчивается, и ты хочешь смотреть следующий, или не хочешь. Вот здесь вот должны быть короткометражные работы, после которых ты вышел и такой думаешь, ну, хочу еще. Вот, хочу еще вот про этого героя. Он интересный, там, хочу еще смотреть за сюжетом, хочу еще додумать сюжет сам. И я надеюсь, что вот на этом фестивале, там, среди пятидесяти конкурсных работ, такие будут. И наши продюсеры, даже не приз, там, не деньги, там, и так далее, не статуэтки, а наши продюсеры, которые в жюри, они вдруг скажут, а вот этот фильм я бы вложил в него деньги. И даже не так, что как вот там у Михаила Сигала, там, когда из одной короткометражки или у Сергея Сильянова, там вырос целый фильм, там, диалоги или рассказы. Вот, а когда из короткометражки вырастает просто полная гигантская история. Это то, что сейчас на самом деле происходит в Голливуде. И мы на закрытии покажем несколько таких фильмов, когда в результате был двухминутный какой-то маленький сюжет о разговоре двух роботов в интернете выложен. И там, и потом его показали на фестивале Гильермо Дель Торо, ну, там, гигант-продюсер, то есть он это увидел и говорит, я вкладываю деньги и снимаю там полный метр, там, сто миллионов дают. Вот это то, чего мы хотим.